всех приветствую нашем канале сегодня у нас на обзоре lexus gs 450h в комплектации f sport двигатель 35 на вариаторе гибридная установка с пробегом 116 тысяч километров автомобиль после дтп после переворота давайте подробнее рассмотрим все его повреждения что уцелило что нет видим что удар у нас пришелся нижнюю часть переднюю левую бампер разбит фара левая разбита крылья с обеих строим у нас замяты крыша замята стекло лобовое тоже у нас разбита на капоте имеются царапины вмятины давайте посмотрим толщину лкп 130 150 140 передняя правая фара она у нас болтается тоже после разбора будет известно в каком состоянии крыло это у нас соответственно также замята дверца передняя правая имеет вмятину зеркало отсутствует у нас видим что стоечка нас замята но дверь визуально у нас не задела дверца открывается обшивочка в таком состоянии кожа у нас чуть собралась внизу у нас все хорошо электрические сиденья видим вперед назад вверх вниз поднимаются спинка вперед-назад у нас двигается тоже полностью исправно поясничные подпору подушки точнее поясничные они у нас сдуваются надуваются поясничный подпор у нас тоже весь двигается факту проверки имеем такие данные безопасность у нас не сработало рулевое колесо f sport задняя правая дверца она у нас визуально целенькая здесь по стоечке тоже только уголок совсем замяло но совсем это не критично 150 153 также дверца открывается сзади обшивочка нас прекрасном состоянии водительское сидение видим сзади порвалась здесь у нас ящичек подстаканники все открывается все складывается раскладывается черный потолок который к сожалению нас не выжил задняя правая крыло у нас только сверху подмята в остальном она у нас визуально целенькая 150 130 150 180 178 по заднему бамперу задний бампер так подкинули для вида с выхлопа пахнет непонятным запахом по крышке багажника 270 150 150 140 с кнопочки с кнопочки он у нас также открывается обшивочки все целенькие здесь у нас тоже черные обшивочки очень хорошо сохранились видим что машинка у нас подымливает но не горелым маслом пахнет непонятно чем на камере даже не видно как она дымит задняя левая крыло у нас сильно деформирована но для интереса его тоже пробьем 150 160 170 задняя левая дверца снизу видим царапины здесь на двери тоже имеется у нас царапинки 120 140 140 150 дверца открывается на обшивочки тоже имеем имеются дефекты передняя левая дверца она у нас также деформирована корпус зеркала разбит но сам механизм у нас рабочий видим замята как сверху так и снизу 300 280 240 230 она у нас полностью не открывается задевает крыло пассажирское сиденье у нас также прекрасном состоянии электрорегулировки у нас все работают полностью исправно сиденье у нас еще и с вентиляцией а я вам хочу напомнить о том что мы покупаем любые автомобили в любом состоянии а также проблемные автомобили по всему райскому округу по самой справедливой и выгодной для вас цене контакты находятся в описании давайте заглянем под капот посмотрим что у нас там под капотом двигатель 352 гр fx и видим стойки у нас с регулировкой жесткости работает тихо никаких вопросов по работе двигателя у нас нету никакого стука все у нас здесь полностью исправно жидкость охлаждающая у нас имеется сейчас переместимся в салон посмотрим что по салону сигнал звуковой работает исправно указатели поворота на панели прибора показывают на информационном дисплее тоже вся информация у нас листается сейчас мы в режиме спорт плюс позже с вами еще по переключаем в разные режимы здесь у нас на рулевом колесе кожа вылезла под накладочки мультируль нас работает полностью исправно также на японском языке джойстик у нас реагирует все четко перейдем мультимедиа выберем другую волну например которая точно знакома работает исправно дисплей у нас тоже все четко показывает карту у нас не загружены перейдем в настройки настройках тоже здесь различная информация сожалению японский язык мы не знаем но в климат перейти сможем перейдем в климат и в климате также различная информация двух зон и видим здесь здесь показана температура как у пассажира так и водителя можно регулировать направление обдува тоже можно выбирать джойстиком куда будет обдувать выберем например ноги и лобовое стекло моторчики у нас срабатывают кондиционер отключим моторчик отопитель а сейчас включен на максимум моторчик разогнался никакого постороннего звука у нас моторчика нету не вибрации вообще ничего работает очень тихо можно разговаривать шепотом часики у нас подсветка срабатывает все двигатель у нас заглушился температура рабочего автомобиля режим это сразу же у нас дисплей поменялся режим спорт и спорт плюс спорт плюс у нас стойкие жесткость тоже меняется нажимаем педаль газа автомобиль у нас запустился газуем обороты больше двух тысяч не дает нам развить черный потолок плафон салоны включается потолок у нас к сожалению не выжил козырьки здесь все в стеклах с водительской стороны подсветка не срабатывает зеркальный элемент целый козырек визуально вроде даже уцелел бардачок у нас открывается имеется обогрев и вентиляция сидений вентиляция у нас обоих сидений работает исправно слышно что моточки у нас включаются обогрева также полностью исправно работают здесь подстаканечки ручка выбора передач у нас не затерта подлокотник двигается вперед-назад и соответственно открывается еще раз покажу как сзади выглядит по месту покажу что автомобиль вперед-назад двигается так как у нас спущены колеса и с таким лобовым стеклом не безопасно будет передвигаться включаем drive сейчас мы в спорте нажимаю газ машинка едет включая заднюю передачу включается камера заднего вида и у нас складывается шторка шторка складывается и поднимается назад тоже автомобиль едет видим при повороте руля нас направление нашей траектории меняется включим режим это лака режиме она у нас не включил drive все включил drive это режим и видим что она у нас сама едет включаем заднюю передачу никакого толчка у нас нету все включается мягенько плавненько никаких вопросов у нас по технической части нету круиз-контроль также включается память сидений с кнопки багажник открывается электрическая рулевая колонка вниз вверх на себя вот себя также лепестки у нас имеется и видим стояночный тормоз у нас электронный и слышно что моторчики у нас срабатывают заглушим автомобиль и произведем запуск нажал газ автомобиль запустился обороты видны все работает у нас исправно